Вот видите, глаза не воспаленные. Вот глаз воспаленным, как бросан. Этот необычный поросенок своим появлением сильно удивил Василия Парфенова. Изначально хозяин подворья даже не предполагал, что в куче маленьких новорожденных свинок скрывается такое чудо. Сначала думал, что к спине поросенка что-то прилипло. Но из непонятной шишки на хозяина глянули маленькие черные глазки и моргнули. Моргал, да. Да, и сегодня к вечеру он может прочиститься, вот это вот ободрет, будет бегать и опять моргать начну. Если бы были ощущения, впечатления первые. Да, ну, обугал хотели вот с первого. Потом думал, да пускай сам помрет. А он живет и живет. Нет, все, сброс. Это зарос полностью. Здесь мы ничего не сделаем уже. Это нет. Он тоже зарастет. Андрей Шестак занимается ветеринарной практикой уже 20 лет. Признается, слегка был шокирован, когда маленький пациент и на него глянул второй парой глаз, расположенный на спине. С подобными аномалиями сталкивался, но не часто. Предполагает, что, возможно, во время беременности свиноматку кто-то сильно толкнул, и два эмбриона слиплись воедино. Ну, скорее всего, это сиамские близнецы. Возможно, это какие-то нарушения, болезнь самой мамы, нарушение при беременности, возможно, экология, возможно, какие-то генетические мутации. Это, возможно, будет прояснить попозже, когда, если этот организм выживет, вырастет. Примечательно, что лет пять назад собака Василия Парфенова родила такого же аномального щенка. Голова, правда, была одна, но глаз на ней насчитали три. Интерьерчик рождался, ну, это лет пять, наверное, шесть. Тоже такой щеночек родился, четвертый. И посередке глаз, этот и так вот моргает, а этот вот, вот так, такой противник был. Мы его сразу убрали. Сейчас хозяин подворья гадает, что могло стать причиной такого чуда. Вспомнил даже, что когда-то за околицей был военный полигон, и оттуда вывозили какие-то баллоны. Но навряд ли они могли повлиять на мутацию у животных. Было это еще при советской власти. Да и что было в тех баллонах, неизвестно. Как неизвестно и то, что делать с этой хрюкающей аномалией. Похоже, это тот самый вариант, когда одна голова все-таки лучше двух. Пока хозяин чудесного поросенка не знает, что с ним делать. Может быть, ученые заинтересуются и заберут к себе для изучения. А пока он ведет себя так же, как и девять его собратьев, точно так же играет, бегает и даже ест. Ну, может быть, ест только за двоих. Дмитрий Тиминов, Алексей Егоров, Фонтова новости.